Добрый вечер в эфире телеканала ЖТСУ. Время новостей. С вами Азад Жумаханов и суртоперевод обеспечивает Айгуль Стамбекова. Казахстан переходит к новому этапу обеспечения продовольственной безопасности и контроля цен. Этому поспособствует создание национальной товаропроизводящей сети – комплекса автово-распределительных центров. Проект реализует в три этапа до 2022 года. Будет построено свыше 24 комплексов. Это даст возможность хранения, обработки и распределения почти 5 миллионов тонн агропродукции, рассказали в кулуарах правительства под председательством Аскара Мамина. Создаваемая инфраструктура позволит обеспечить полную сохранность собранного урожая и минимизировать потери, тем самым повысить заинтересованные сельхозтоваропроизводители в наращивании производства. На сегодня дефицит овощехранилищ составляет 70%. В текущем году в Алматинской, Павлодарской и Туркестанской областях будет введено 5 ОРЦ, что позволит обеспечить хранение дополнительно 600 тысяч тонн сельхозпродукции. К слову, в Алматинской области уже начали рассматривать вопросы о выделении земельных участков и подведении необходимой инфраструктуры каптово-распределительным центрам. «Для продовольственной безопасности в Алматинской области ежегодно производится более 380 тысяч тонн мясной продукции. Из них 102 тысячи тонн мяса птиц. Также производится 790 тысяч тонн молочного товара, 1 миллиард 100 миллионов штук яиц, 60 тысяч тонн сахара, 2 миллиона тонн овощей и фруктов. Объемы сельхозпродукции из года в год растут на постоянной основе. Отсюда и возникает нехватка складских площадей. В области дефицит товарохранилищ составляет 87%. Это и приводит к росту цен и ранней отправке сельхозпродукции на экспорт. Поэтому мы поддерживаем принимаемое решение правительством. Совместно с Министерством торговли и интеграции рассмотрели схему строительства двух оптово-распределительных центров на территории Алматинской области. Для этого мы предусмотрели участки в Ембекш-Казахском районе и городе Капшигай. Территории находятся в крайне выгодном логистическом положении. Рядом пролегают железнодорожные пути и трассы республиканского значения. Проведем все необходимые инженерные и инфраструктурные сети. Намерены уже в этом году начать хранение продукции. Также планируем строительство ОРЦ в областном центре, чтобы обеспечить Алтокурганский регион продуктами и стабилизировать цены. Дачникам участки, детям площадки. В Алматинской области ослабили режим карантина. Такой информацией поделились в ходе брифинга на площадке ЖТСУ-Медиа заместитель главы региона Батаржан Байжуманов и главный государственный санврач области Кайрат Баймухамбетов. Теперь ездить на дачи официально разрешено. У огромного количества людей есть загородные дома, которые требуют ухода и своевременной работы на огородах. Пояснили они. Однако ни о каких маевках и шашлыках и речи быть не может. Общественному транспорту быть, правда, с ограничениями. Автобусы будут курсировать только на дачные участки. Кроме того, теперь детишкам разрешено играть на детских площадках. Однако родители должны быть непременно рядом. Маски все также обязательны. Касательно предприятий. Их будут открывать поэтапно. Так, с 28 апреля возобновляется работа крупных строительных магазинов, сервисных компаний, сферы сельского хозяйства, СТО, шиномонтажек, автомоек и так далее. Два дня обсуждали этот вопрос. Пришли к плановым мероприятиям. Заранее мы планировали этапы послабления. Первый этап – это сегодняшнее число. Мы решили дать добро объектам, у кого есть условия санитарные, карантинные меры и санитарно-дезинфекционный режим. Исключение из правил – это эти правила не распространяются на те карантинизированные объекты. Это есть у нас в Эмбекш-Казахском районе, Ильисском районе, Кирблахском районе, Харасайском районе, где на те объекты, которые наложен карантин, и на те населенные пункты, которые наложен режим карантин. 21 тысяча рабочих мест создадут в Алматинской области уже в этом году в рамках реализации дорожной карты занятости. 109 миллиардов 200 миллионов тенге, направленных от государства, воплотят в жизнь 977 проектов. В их числе капитальный ремонт и строительство социально-культурных объектов, реконструкция дорог, а также благоустройство населенных пунктов. Пандемия коронавируса внесла некоторые коррективы в работу, однако дорожная карта будет реализована в сроки, уверены ответственные лица. На сегодняшний день уже сформирован и утвержден состав областной и районной комиссии по координации и мониторингу. Кроме того, для максимального вовлечения граждан в реализацию дорожной карты создаются специальные рекордские мобильные пункты. Мобильные пункты у нас создаются в районах и городах. Для чего это мобильные пункты? Они предназначены для того, чтобы находить людей непосредственно для тех подрядчиков, которые будут реализовывать эти инфраструктурные проекты, произведет отбор, соберет людей, то есть отберет, проведет медосмотр. В этом же мобильном пункте передвижном рекордском там должен быть врач. Для набора сотрудников работодатели могут воспользоваться электронной биржей труда ЕМБКЗ. Необходимо всего-то заполнить специальную анкету. Затем на сайте появляется объявление. Уже сейчас, по словам ответственных лиц, в базе зарегистрировано более 500 работодателей. Однако этого мало. Сейчас посредством приложения Zoom сотрудники управления координацией занятостей и социальных программ обучают предпринимателей, как регистрироваться на портале. С каждым бизнесменом и компанией, нуждающейся в работниках, будет проведен обучающий видеокурс. У нас запланировано проведение технической учебы с кадровыми службами предприятий. Пригласили непосредственно работодателей с кадровиками, с кадровыми службами, чтобы они могли понять, какие документы должны они предоставить, какие требования у них есть к претендентам, то есть к нашим безработным гражданам, каким критериям они должны соответствовать, какое у них должно быть образование, стаж работы. Каждый работодатель выдвигает свои требования, исходя из него, наши мобильные рекрутские пункты, которые созданы во всех районах и городах, они будут уже подыскивать непосредственно претендентов. Раймбекский район в числе 11 регионов, которых не коснулось распространения коронавируса. Однако это не говорит о возможности пренебрежения мерами безопасности. Какие меры не позволили вирусу пробраться в предгорные аулы, расскажет наш корреспондент. Один из блокпостов расположился в поселке Саржас на границе Кигенского и Раймбекского районов. Ежедневно здесь проходят тщательную проверку. Все транспортные средства задействованы в весенне-полевых и строительных работах, в том числе по доставке топлива, лекарств и продуктов питания. В тандеме со специалистами блокпоста работают и волонтеры. В их обязанности входит раздача бесплатных масок и напоминание о мерах предосторожности всем гражданам, пересекающим пост. Сотрудники правоохранительных органов, медики, специалисты Акимата работают круглый суд. Ежедневно через блокпост проезжает порядка 50 единиц автотранспорта. В основном это строители, фермеры, предприниматели. Львиная доля продовольствия для жителей Раймбекского района доставляется из южной столицы. Социально значимые товары на прилавке магазинов Нарынкола также поставляются через крупную оптовую компанию ЖТСУ Агрофуд. Недостатков продовольствия нет, мониторинг цен на продукты питания ведётся. Мы сейчас не думаем о прибыли. Цены стараемся держать на одном уровне. А социально значимые товары цены остаются без изменения. Несмотря на отсутствие заражённых COVID-19, в Раймбекском районе подготовлен и полностью оборудован провизорный центр вместимостью более 40%. Медперсонал клиники также готов к оказанию всех необходимых медицинских услуг. Провизорное отделение расположено отдельно от основного больничного блока, в отдельном здании. На каждое отделение свои фильтры для приёма и госпитализации пациентов. Медперсонал полностью обеспечен необходимыми средствами защиты и проинструктированным. Местные власти намерены за весь период пандемии не пропустить вирус в аулы района. Потому меры защиты предпринимаются полноценные. Жителям раздают бесплатно маски. Улицы каждый день обрабатываются раствором хлорки. В нашем ауле Акимат проводит большую профилактическую работу. Мы не можем этого не замечать. В целом по району 11 сельских округов и 20 аулов между сёлами движения ограничены. В Акиматах созданы штабы по чрезвычайному положению и проводятся профилактические беседы с населением. Благодаря этому соблюдаются все нормы карантина. Таким образом, указ главы государства и к поручению Акима Алматинской области по нераспространению коронавируса в Раимбекском районе соблюдается неукоснительно. Необходимо отметить, жители следуют всем правилам карантина и придерживаются мер безопасности. Гульмира Тимиргалеева, Курманжан Касымжанулы, Аманжол Жункешев, телеканал ЖТСУ, Раимбекский район. Из года в год редеют ряды ветеранов. В канун Дня Победы, 75-летний юбилей в Талдыкургане отпразднует всего 10 человек. Именно столько участников войны проживает сейчас в областном центре. Несмотря на преклонный возраст, участник Великой Отечественной войны Николай Кононенко с большим воодушевлением ждет празднование 75-летнего юбилея со Дня Победы. Старожил села Отинай числится в списке тех немногих оставшихся в живых ветеранов, год рождения которых почти приблизился к вековому рубежу. Родился Николай Кононенко 19 декабря 1925 года в селе Лепсинск Андреевского района. Со слов ветерана, его родители были простыми людьми. Отец Спортной, мать Свекловичница. После окончания семилетки он пошел в рабочий в селе Веселое Сарканского района. Однако, в отличие от названия села, жизнь Николая таковой не была. В конце 1942 года он был призван в ряды советской армии в Свердловское танковое училище, откуда и ушел на фронт. А было ему всего 18 лет. День Победы мы отмечаем с высоким настроением. С высоким настроением. Желаю, чтобы так было всегда. В суровые военные годы заслуженный ветеран был курсантом 318-го учебного полка. Первый украинский фронт он прошел под командованием генерала армии Ватутина. Второй – при маршале Малиновском. Будучи командиром орудия в составе 3-й танковой бригады, Николай Кононенко участвовал в освобождении Украины, Румынии, Венгрии, Молдавии, Чехословакии и Австрии. «Плечом к плечу со мной воевали молдаванин, русский парень, казах. Мы не делились на нации, потому что сражались за нашу общую родину», – поделился воспоминаниями ветеран. При освобождении Будапешта Николай был тяжело ранен, получил инвалидность. Долгое время ему пришлось провести в госпитале. Там же он встретил и долгожданный День Победы. В 1945 году Николай Кононенко вернулся и работал в пригородном совхозе плотником, а переехав в Талдыкурган, возглавил строительную бригаду. К его многочисленным наградам, среди которых Орден Отечественной войны второй степени, за победу над Германией, за боевые заслуги и юбилейные медали, добавилось и новое звание, полученное в мирное время – почётный строитель Казахстана. Старые поблекшие фотоснимки не смогут передать чувств пожилого человека, но с ними связаны его самые светлые воспоминания. О его первой любви, о прожитых годах. За долгую жизнь Николай Кононенко с покойной супругой Прасковьей Чудченко вырастили четверых детей – 12 внуков и столько же правнуков. Говоря о молодёжи, Николай Кононенко возлагает на неё большие надежды, особенно говоря о чести, преданности. Потому что именно эти качества помогли выстоять его поколению в Великую Отечественную войну. Желаю всем счастья, здоровья, всей молодежи Казахстана быть честными, дорожить своей республикой. Гульмира Тимиргалиева, Ержан Дуссен, Ерлана Замбай, телеканал ЖТСУ, Талды Курган. Сегодня в условиях карантинного режима граждане, находясь дома, являются активными пользователями интернет-ресурсов. На примере интерактивных онлайн-встреч, уроков, конференций и приёмов граждан полицейские возобновили экскурсии по ведомственному музею через интернет. Многие культурно-просветительские заведения сейчас работают именно так. Следует отметить, что 3D-экскурсии по музею полиции окрая ЖТСУ «Стражи порядка» начали ещё в прошлом году. За это время интернет-ресурс посетили более тысячи граждан. В экспозиции музея представлена вся история народной милиции, а впоследствии и полиции Алматинской области. Здесь имеется более 1200 редчайших экспонатов. В музее несколько залов. В одном из них представлена коллекция серийного и кустарного оружия. Сейчас есть такая возможность в домашних условиях посетить достопримечательность департамента, которая связана с многолетним трудом наших наставников, и где также хранится вся история становления казахстанской полиции, в том числе нашей области. Для этого необходимо зайти на страницу Инстаграм департамента полиции и пройти по специальной ссылке и ознакомиться с историей полицейских житцу при помощи компьютера или обычного смартфона, имеющего доступ в интернет. Лотерея от казахстанского певца оказалась мошенничеством. В числе несуществующих призов указывались автомобили, квартира и бытовая техника. Фактически таких призов в собственности организаторов лотереи не имелось. Для обмана и убеждения участников арендовали четыре автомашины у частных лиц. Посредством рекламы в интернет-пространстве реализованы более 20 тысяч лотерейных билетов по цене почти 10 тысяч тенге за одну единицу. В настоящее время в отношении ряда лиц начато досудебное расследование. А в октябре полицейский оплатил долг за съемное жилье семье с маленькими детьми. Как сообщает телеканал «Астана», скандал возник между хозяйкой квартиры и арендаторами. Владелица жил площади. Требовала от квартирантов погасить долг, но у молодой семьи не оказалось денег. Глава семейства временно остался без работы. Его супруга сидит дома с маленькими детьми. Договориться так и не удалось. Хозяйка потребовала освободить квартиру и вызвала полицию. Приехавший на место участковый инспектор Бахтия Ржакупов. Пожалел семью и погасил их долг за один месяц. Добрый поступок остался бы незамеченным, если бы люди не написали слова благодарности в социальных сетях. В Караганде ищут преступников, которые за 40 минут ограбили сразу три магазина в центре города. В супермаркет преступники проникли в половине первого ночи, когда там никого не было. Вскрыли кассу и забрали деньги. В это время сработала сигнализация, но их это не остановило. Правда, казалось, что всю наличность на ночь изымают. Поэтому поживаться в этом супермаркете грабителям не удалось. Но парочка в ту ночь побывала еще в двух соседних на небольших магазинах. Преступники работали в перчатках и масках. Поэтому распознать их все-таки не удалось. Рукотворный хаос или кому в антисанитарии жить хорошо. Наша съемочная группа выявила несколько стихийных свалок в разных частях областного центра. Моя коллега Евгения Присяжная обратилась к городским службам жилищно-коммунального хозяйства с вопросами, когда и какие меры будут приняты. Пластик, битое стекло, банки из-под пива, использованные пакеты, мешки и строительный мусор. Такая удручающая картина открывается взору каждого, кто въезжает в окрестности Талдукурганского дачного массива «Красный камень». Мусор разбросан повсюду, нанося вред окружающей среде и главной водной артерии Талдукургана – реке Каратал. Наша съемочная группа обратилась в отдел ЖКХ, чтобы поставить все точки над «и» в вопросе ликвидации стихийных свалок. Как разъяснили специалисты о кучах мусора, выброшенных жителями города, они знают. Им в этом помогает космический мониторинг. Благодаря геопорталу они с точностью деметра устанавливают координаты стихийного мусора и ликвидируют. Но свалки появляются вновь. У нас главная боль – это очистка стихийных свалок. На сегодняшний день на эти работы были выделены финансовые средства в сумме 4,9 млн. Конкурсные процедуры завершены. Сейчас идет заключение договора. Подрядчикам определен то КОСМЛТД, то на сегодняшний день специалистами отдела ЖКХ обследованы территории вдоль Каратала. Это начиная от улицы Назарбаева, начало, где мост, и далее до дачных массивов. Работы на очистку стихийных свалок уже начнутся с конца апреля месяца и надеемся завершить ее в конце мая. Руководитель Талдыкурганского ЖКХ также отметил, что с начала года было роздано свыше 2000 уведомлений об очистке территории, прилегающих к домам дачников. Основные места стихийных свалок – это территории, расположенные вблизи частного сектора, садоводческих обществ, береговых линий рек. Контроль за порядком в этом направлении ведут участковые и полицейские. К слову, на период карантинных мероприятий отдел ЖКХ оказывает содействие в вывозе мусора и другому дачному массиву – УйТАС. В этом году у нас еще такой уборки не было. С осени мы все убрали, мусор собрали, ЖКХ приехало, вывезло у нас. Как обращаемся по поводу выслова, нам ЖКХ помогает с машинами, вывозят у нас. Проблем такой нет. Конечно, жители сами бросают мусор, на заброшенных участках бросают. Есть такие люди. 32 единицы техники задействованы в санитарной очистке города. По примерным подсчетам предстоит вывезти на полигон свыше 5,5 тысяч тонн городского мусора, в том числе со стихийных свалок более 2,5 тысяч. Отметим также, что с прошлого года Талдыкурганским отделом ЖКХ по городу было установлено 135 подземных мусорных контейнеров, вместимость которых превышает обычно и в три раза. Сейчас период пандемии. Вопрос их дезинфекции стоит как никогда остро. С декабря месяца 2019 года у нас заключен договор ЖКХ на вывоз мусор, на подземные мусорки. Мы сами, например, своя инициатива, я не скажу, что каждый день, но неделю один раз обрабатываем хлоркой. Это связано в связи с карантином. Вывозом твердобытовых отходов занимаются порядка 10 частных предприятий. Коркем ЛТД и жилищная служба города. Эти службы стоят на страже чистоты областного центра и, невзирая на карантинные меры, ведут санитарную работу. Осталось только очистить его окраины от свалок, и город заиграет яркими по-настоящему весенними красками. Евгения Присяжная, Ерлана Замбай, Асей Дуисенбек, телеканал ЖТСУ. На фоне пандемии коронавируса, которая грозит, в числе прочего, экономическим спадом, тысячи европейских свиноводов столкнулись с еще одной опасностью. Их хозяйство может разорить африканская чума свиней. На передовой борьбе с этим недугом оказалась Польша. Специалисты считают, что болезнь завезли из Африки в Грузию в 2007 году. Оттуда она попала в Россию, затем в Польшу в 2014 году. Недавно вирус, убивающий кабанов и свиней, но не опасный для человека, обнаружили в двух шагах от польско-немецкой границы. Болезнь передается от диких животных на фермы. Так заражаются свиньи, которые идут на забой. Это очень плохо, так как затем с их мясом, иногда уже переработанным в колбасу, инфекция идет дальше. В Сибири и на Дальнем Востоке России сложилась критическая ситуация с лесными пожарами. Об этом в понедельник заявил глава МЧС Евгений Зиничев. По его данным, в Красноярском крае площадь, пройденная огнем, уже в 10 раз превысила аналогичные показатели прошлого года. За Байкальском крае в три раза. В Амурской области количество очагов возросло в полтора раза. Основной причиной пожаров в Министерстве по чрезвычайным ситуациям считают поджог сухой травы. Евгений Зиничев предложил ужесточить ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. Быстрому распространению пожаров способствует аномальная жаркая погода и порывистый ветер. Французский Леон готовится смягчить карантин. Все эти дни обычные многолюдные городские улицы оставались пустынные. Не работали рестораны и кафе. В общественном транспорте лишь единичные пассажиры. Скоро он может стать переполненным, но с одним отличием. Ношение защитных масок в нем, скорее всего, станет обязательным. Впрочем, большинство леонцев их уже и так носят. За две недели до возможного начала смягчения режима оператор общественного транспорта Леона не стал дожидаться инструкции из Парижа. На всех станциях метро устанавливаются автоматы. В каждом из них по 10 тысяч комплектов. В состав которых входят две маски и флакон с дезинфицирующим гелем. Будут опробованы также бесконтактные автоматы для дезинфекции рук. 10 из них установят в ближайшее время. У меня на этом все. Спасибо за внимание. Оставайтесь дома. Продолжение следует...